приветствую всех с вами я татьяна кощеева и сегодня очередное видео из серии о колеусах о самом главном вопрос от моих читателей какой горшок какого объема высаживать колеусы я уже много раз говорила что зимуют они у нас маточники вот в таких вот на 300 миллилитров кассетах горшочках рассадных и принципе вот такой огромный куст крупного колеуса пиле нормально растет он не вытянулся потому что ему света хватает видите веснушки хорошо окрашены если бы не хватало света он бы был абсолютно желтеньким ну вот таким бы на нижних веточках естественно маловатое освещение то есть он сам по себе по характеру роста вот такой вот длинный но зиму вот в таком кашпо горшочки выдерживает вполне вот тоже из крупных сортов наши веснушки черные темная галактика но его мы уже пересадили сразу черенок свеженький посадили в 09 литра готовим к лету потому что потому что потому что это крупный сорт вот еще из крупномеров сорт аватар он такой же большой лет он будет но смотрите маленьком горшке принципе нормально зимует и вот так вот куститься то есть курюсы все разные и все требуют разного подхода вот эти три крупные меры хоть они зиму и прозимовали небольших горшочках на лето я буду высаживать в большие кашпо и они покажут всю свою красоту в полном объеме какие большие но выбирайте сами я лично люблю 7-10 литров вот под таких солистов они такие шикарные будут но если вы дадите им три с половиной 5 литров они тоже будут красивые и очень даже будут довольны своей жизнью про грунт потом поговорим а сейчас вот что делать с малышками вот такой сортами то зимой не все у нас в одинаковых горшочках стоят его же не видно да это посторонись вот он маленький сам по себе миниатюрный сорт какой же кашпо высаживать его на лето принципе он может и в этом но летом жара наверняка будет и земля в таких маленьких горшочках будет перешли пересекать моментально поэтому даже литр я считаю недостаточно не для того чтобы они росли там хорошо или плохо для того чтобы земля как можно дольше сохраняла влагу поэтому для миниатюрных сортов я бы посоветовала хотя бы полутора литровый горшочек и тогда сутки он выдержит с колесами конечно не так страшно засушить их вернее чуть-чуть подсушить они листики так свои это повянут вы их увидите сразу что не пить хотят но как польете они сразу взбодрятся но все равно в маленьком горшке вам придется его два раза в день поливать затем это надо лучше сразу дать побольше трехлитровом горшке я не пробовала но честно говоря он и в трехлитровом хорошо будет себе чувствовать только не сразу все-таки я советую постепенно пересаживать из одного объема в больший вот такие мои советы а по высадке в грунт честно говоря не могу дать советов потому что у меня по секрету скажу не получается выращивать грунте ну не знаю просто в горшках то я их поливаю и удобряю постоянно а в грунте забываю не хватает у меня рук просто поливать все клумбы все грядки поэтому в основном растение у меня растут кашпо на кашпо я всегда нахожу время не знаю почему вот такой секрет секретный а теперь я вам покажу несколько фотографий наших крупномеров больших горшках какими они могут быть летом так что не жалейте горшочков садите и будет вам красота а кто умеет в грунте как моя соседка золотая золотые о нет зеленые ручки у нее все в грунте шикарно получается кроме сорняков сорняков у нее просто нет в огороде вот они такие секреты какие как она этого добивается я не знаю но у нее грунте шикарные колес и а у меня только кашпо шикарный растут так посмотрим теперь фотографии что-то я придумала подбирать фото и слишком много а вот нашла это осеннее видео здесь мы поставили колеусы же перед заморозками в теплице и вы видите они все прожили лето в разных горшках одни 0,9 литров другие в 5 литрах и все себя прекрасно чувствует в общем совет один подбирайте для каждого сорта свой объем горшка